Девочка-пай Я уже второй год сижу в судьях, и я думаю, что я бы не решил спрыгнуть в холодную воду, потому что это еще не май месяц, это март. Я очень люблю плавать, поэтому вода меня не сильно пугает. Я верю в свое транспортное средство. Я еду на корыте, которое очень круто разгоняется. Я думаю, я смогу подпрыгнуть, либо эффектно из него выпрыгнуть. Костюм мой называется костюм Moulin Rouge. Специально подготовила для мероприятия Red Bull Jump and Freeze, потому что нужно быть ярким, нужно достойно закрыть сезон. Ну и подобрала аксессуары, продумала, как все это будет сочетаться, и теперь я здесь. Девочка-пай Было очень страшно вот на кикере. Мы на самом деле думали, что мы сейчас полетим в толпу, а когда вот этот момент пылета с кикерой, это, конечно, было страшно, но весело одновременно. Ради этого мы и приехали. Идея пришла в голову абсолютно так. Мы увидели лодку, подумали, надо как-то обыграть бассейн, воду, снег, и решили сделать детальник. На самом деле, должно было получиться чуть эпичнее, потому что у нас ушел гулять в клуб Айсберг. Капитан забыл фуражку, так что ждите на следующий год более эпичную сцену. А, и грудь будет больше, да. Мы наконец-то накопили 25 тысяч гейма на силикон. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Мы торт делали два дня из подручных средств, картон, бумага, краски, эти свечки из-под рулонов от туалетной бумаги. Торт вызвал вообще кучу эмоций, потому что это был нереальный перформанс, во-первых, не только креативный костюм, но и то, что он его сбросил, и там были стринги, и это было вообще супер. Нет, стринги не жаль, это мои стринги, в которых я уже отдыхаю года четыре. Не специально к этому мероприятию их покупал. Это мой постоянный атрибут.